В этот день, 14 октября 1165 года, вблизи города Владимира завершено строительство храма Покрована Нерли. 14 октября 1670 года под Симбирском потерпели поражение главные силы Степана Разина. 14 октября 1916 года в Перми основан первый на Урале университет. 14 октября 1997 года в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта Даная. Полотно 12 лет находилось на реставрации, после того, как психически неурнамешанный посетитель облил его кислотой. 14 октября 1860 года в Петербурге открыт оперный Мариинский театр. В этот день, 14 октября, родились Мария Романова, российская императрица, супруга императора Павла I, маршал Советского Союза Андрей Еременко, Дмитрий Писарев, известный русский публицист и литературный критик. Наряду с Чернышевским, Добролюбовым и Беринским, Писарев признан великим русским критиком-шестидесятником. Полиханов называл его одним из самых выдающихся представителей 60-х годов. Мнения современников о Писареве были прямо противоположными. Консерваторы называли молодого критика «коноводом нигилистов». Революционные демократы, напротив, считали его выдающимся мыслителем, буквально властителем дум прогрессивной молодежи. А философ Мережковский воспринимал Писарева как представителя русского варварства в литературе. Сам Писарев жил, писал и действовал по своему лозунгу. «Что можно разбить, то и нужно разбивать. Что выдержит удар, то годится. Что разлетится в дребезги, то хлам. Во всяком случае, бей направо и налево, а от этого вреда не будет и не может быть». В начале 1860-х годов Писарев выдвинул так называемую «теорию реализма». Ее идеей было развитие страны через индустриализацию. Пропагандировал развитие естествознания, которое считал средством просвещения и созидательной силы. За свою недолгую жизнь Писарев успел очень много. Главными его работами считаются очерки из истории труда, базаров, реалисты, разрушение эстетики Генри Гейм. Писарев из-за кого оценил роман Николая Чернышевского «Что делать?». Восхищался творчеством Ивана Тургенева, Льва Толстого, Федора Достоевского. Притом совершенно отрицал значение творчества Пушкина для современности и заявлял, что место поэта – в лавке старьевщика. Родился Писарев в Липецкой губернии в семье небогатых помещиков. Печататься начал еще студентом. В своих статьях он призывал к освобождению личности от всевозможных ограничений, из-за чего молодежь была без ума от его идей, потому что главным для нее был принцип отрицания устоев. В 1862 году критик издал в нелегальной студенческой типографии брошюру «По защиту Герцена», где выступал за свержение царской династии. Суд приговорил автора к четырем с половиной годам заключения в Петропавловской крепости. Это принесло Писареву огромную популярность. Из-за приговора он стал писать не меньше, а даже больше, чем раньше. Особенно удалась ему роль критика. Писарев считал, что рифмованные строчки могут существовать только если доносят какую-то полезную информацию и высмеивал людей, которые могут наслаждаться красотой слога. Писарев со свойственным нигилизмом писал о поэзии. Достоинство телеграфа заключается в том, чтобы он передавал известия быстро и верно, а никак не в том, чтобы телеграфная проволока изображала собой разные извилины и арабески. Высказывания Писарева возмущали многих. В своем труде разрушения эстетики он сравнивал архитекторов с кухарками, выливающими клюкви на кисель в замысловатые формы, живописцев со старухами, которые белятся и румянятся. История искусства также объясняется просто, по мнению Писарева, все дело в капиталистах-меценатах и в дешевом труде продажных или трусливых архитекторов и декораторов. К моменту выхода на свободу в 1866 году популярность критика пошла на спад. По словам современников, Писарев чувствовал упадок сил, потерял запал. Статьи его были бледны и безличны, а читатели уже привыкли к его обличительной литературе. Спустя два года летом Писарев приехал на Рижское взморе. Купаясь в море, 4 июля Писарев утонул. Вошел в море, по мелководию забрел подальше от берега, опунулся и с этой минуты никто не видел его живым. Писал об этом несчастном случае Самуил Лурии. Такой была смерть талантливейшего критика эпохи, нигилиста, одного из самых извительных и острых на язык людей 19 века. Субтитры создавал DimaTorzok